Вот уже который год подряд в нашем районе накануне новогодних праздников проводится конкурс среди дошкольных и образовательных учреждений на лучшую елочку, изготовленную из подручных материалов. Чем же удивили в этом году воспитанники детских садов и школьники? Смотрите в следующем материале выпуска. Красивый наряд, пусть эта елочка праздничный час, каждая иголочкой радует нас, радует нас. На несколько дней фойе городского дома культуры превратилось в волшебный еловый лес. Каких только чудо-елочек здесь нет. Сплетенные из веточек, вырезанные из дерева, сшитые из ткани, собранные из бумаги, ракушек, дисков, фантиков. Фантазия и мастерство детей и их родителей, без помощи которых, конечно же, не обошлось. Создание такой красоты просто поражает. На выставке показаны одни из самых лучших работ, представляющих свою школу или садик. В скором времени выставку украсит и вот это чудо-елочка из детского сада номер 4. Она заняла первое место в районном предновогоднем конкурсе. Называется чудо-елочка «Мышиная елка» и представляет собой кусочек сыра, в котором разместился символ следующего года. Приближается самый любимый долгожданный наш праздник. Мы решили в честь этого будущего года, года мышки, ее порадовать и создать елку, такую интересную в виде сыра. Конечно, хотелось, чтобы елка была эстетичная, с природных материалов. Изготовили мы ее из плотных картонных труб. Детки помогали мне их окрашивать гуашью. Мы сушили их здесь возле батарей. Ну и, конечно, конструкцию склеивали мы сами. Деткам уже дали готовую и украшали. Задание было у них дома сделать мышек, также из материалов подручных, природных. Ну и украшали здесь мы в группе шарами, мишурой. Все это приклеивали. Эмоций было очень много, детям понравилось, все были в восторге. Мы очень рады, что наша елка понравилась. И для нас это огромный плюс и стимул для дальнейших творческих успехов. Мы будем дальше стараться, что же придумать на следующий год. Мышиная елка – это совместный труд родителей, воспитателя и, конечно же, малышей, которые с большим удовольствием украшали ее своими мышками. Мы свои мышки делали с мамой. Мы воспитали глазки и ушки. Ирина Александровна у нас нестандартный воспитатель с необычным творческим подходом, с необыкновенным мышлением. Мы очень рады, что попали в такую атмосферу. И, конечно, нас задействовали и детей наших, и родителей. Мы принимали участие в оформлении елки, а идея принадлежит нашему воспитателю. Для меня это очень необычная елочка. Я первый раз такую вижу. Конечно, мы на просторах интернета ищем каждый раз, каждый год. У нас двое детей. И опыт уже имеется в оформлениях разнообразных. Такую елочку мы видим впервые. И когда Ирина Александровна нас задействовала, чтобы мы дома делали мышек, конечно, дети были в восторге. Благодаря совместному творчеству воспитателей, родителей и детей в каждом садике и школе появилась своя аллея из чудо-елочек. И все работы настолько красивы, неповторимы и разнообразны по технике выполнения, что выбрать лучшую из них была непростая задача. Этот конкурс еще раз подтвердил, что зачастую победа – это не главное. Важно просто поучаствовать, чтобы зарядиться положительными эмоциями и новогодним настроением. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».